человек все-таки странное создание природы всю зиму ныл что хочет тепла и света только наступила весна впадает какое-то очень странное состояние хандра упадок силу ныне грустное настроение плак сивость меланхолия это не полный список весенних решений почему они нас преследующему почему ты говоришь такой радость ведь ты понимаешь я радостью потому что есть выход из положения как весна влияет на весенний как он весна влияет на настроение тема нашего сегодняшнего эфира доброе утро сергей в общем то почему как вам кажется человек образно говоря опускаются опускаются руки весной когда наоборот вот он свет вот она природа живая тепло нет вопрос нет кажется если конкретные ответы научные обоснованные свет появляется но не хватает витаминов усталость зимы упадок сил мы вообще сезонные осенне-весенние изменения и очень большая часть народа к весне я называю такой синдром борьбы бабочек и тараканов с одной стороны пропускаются бабочки гормон бурлит хочется любви радости а другой стороны тараканы начинают шевелиться и начинают друг другу выяснять отношения вот отсюда все депрессии легкие такие так как задано мамочек было больше таракана вообще не было любви больше хотите любви я вспоминаю прекрасный мультик советского времени которые промоугли но не стыд когда его показали время весеннего сумасшествия помните промоугли когда все сходят в угол такие вот и начинается всякая любовь энергии в мозге отключаются и все кто-то все хорошо но потом резкие падения немножко плохо становится как с этим справляться все-таки есть простые методы которые легко решаются вот я хочу сегодня рассказать об таком методе не в общем я специально пришел сегодня такой ведь как клумба оранжевую световую свесенью рассказать про апельсиновую йогу придумали недавно мы апельсиновую йогу которая обыкновенное упражнение психологического толка но не в виде ассан вот первое самое главное самое важное ассана вот я посмотрю на сергей хочу посоветовать его ассана улыбасана улыбасана самое главное а если совсем не хочется вот это улыбасана что вот как себя изнутри все таки подойдите бить с головой стенку вот пожалуйста телевизор поэтому внимание сильный переход нужен все таки если человек осознает что что-то на менять что мы весь в сером непонятно какой и вообще тараканы побеждают побеждают у меня хотя бы туфли красные да нормально 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 первое хочет все-таки принять решение хочу изменить настроение если это хорошо то ничего не надо менять но не нужно же вот в принципе нужно любить себя ты разным мы же не можем улыбасаны постоянно конечно конечно вот и вот чтобы не станет но тема-то позитив как проснуться все-таки весны вернуться да 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 гармонизировать себя да да но если хочется чтобы было больше энергии чтобы все таки бабочки побеждали да тараканов тараканов таких страшных то лучше утром выйти к зеркалам посмотрите это зеркало построить дороже покорчить улыбасаны можно и по устроить и смехасану и хохотунасану поржать над собой над окружающим миром в прямом даже если не хочется вот просто поржать надо по одной если ты хочешь быть в позитиве а если ты наслушалась других позитивных будь самим собой унылым говном оставайся говном я серьезно говорю я очень отрицательно отношусь таким советом будьте с собой насильник будь с собой правильно агрессивный будь с собой какая психологическая атака на таких людей и они сами по себе мы же говорим о позитивном настроек когда на душе дерьмо что все таки чтобы цветочки зацвели поэтому да надо делать маленькое усилие как в любой йоге улыбнуться вы что-то хорошее детей любимых людей это тоже тоже соответствующие приемы и начинает по принципу обратной связи настроение улучшаться появляется гормон радости в крови когда начинаете улыбаться ты начинаете хохотать как ребенок просто спешную смех без причины не признак дурачины я думаю что это посоветовать всем руководителям крупных компаний уделять полчаса там обеденного времени одеваться в клоунов просто не поместить хорошо вот другой вопрос помимо вот этого состояния и настроение возникает какая-то пустота часто у людей вот пустота вроде бы все дело вот вроде стремлюсь вроде бабочки и бабочки вроде да есть и работа любимая казалось бы все а вот какая-то пустота чем я заполните надо ну сразу говорю к вопросу появляется пустота надо заполнять ее если есть желание если желание быть одиночество тоже хорошо это не по желанию быть самим собой а если есть пустота значит чем-то надо заполнять самое главное идите к людям близко в первую очередь близким любимым людям дети семья старая подруга старые друзья это первое второе делайте то что вам нравится в кайф вместе с ними что он нравится серёжка что он нравится чего но часто ему все нравится все таки все отлично я всегда вижу но тем не менее вот задать себе вопрос а что я сегодня хочу и буду делать то что я хочу вместо ничего даже когда него не очень охота все-таки подумайте вот это мне приносило попробуем так попробуй и тело опять вспоминает душа вспоминает и опять радость возвращается и пустота уходит то есть эти к людям делать то что вам когда-то нравилось даже если это было очень давно да вот возвращаться в то состояние радости молодости влюбленности радости отдыха отпуска и попытаться вернуться в это состояние иногда это не помогает согласно хочет тогда и надо что-то новое весна да новая одежда новые друзья новая влюбленность новое кино комедия влюбленности искать ну это же не каждый год такая прям апатия давайте после короткой паузы после короткой у меня есть еще несколько вопросов да как у меня кстати наш какой вопрос после короткой паузы я бы узнал на него ответ хорошо вот мы вроде бы с собой переборолись а как с окружающими этим всеми унылыми бороться вот как давайте мы узнаем после короткой паузы хорошо действительно весна очень загадочное время года вроде бы все расцветает расцветает зарождается но как-то так возрождаться хочется не всем и многие из нас ходят до последнего момента унылыми пока не наступает тот какой-то уже момент перелома когда хватит уже ходить унылым понятно причины есть нехваток витаминов солнечного света правильное питание все это знаем все это скажет любой диетолог но как с психологической точки зрения бороться с собой а еще лучше вот с окружающими тем без тебя людьми которые уже находятся в состоянии апатии знает наш гость сергей сичкорес который в принципе часто помогает и нам и нашим телезрителям выбраться из этих вот сложных на первый взгляд ситуации как как бороться не с собой не бороться не бороться не бороться в первый раз алюбить и вот я начал с улабасаны да утром асану апельсиновую йогу но есть еще парная йога следующий раз если можно вот вы сейчас прям проведите пожалуйста такую асану которая называется обнимассана обнимассана идите обнимассана поближе потом еще можно делать целовассану дружеской целовассану вот так вот какой ты здоровский какой ты здоровский да и сразу по-другому даже когда обнялись энергии увидели унылого человека да ну 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 унылый и мы подышали есть но обнял энергия по поменялись ему становится лучше реально ему становится лучше если можно это дальше не будем этого я про мучить нему дальше секса сама мы вы тут не будем проходить что такое секса на на что такое секса секса маленькая еще это один сгон на саксофоне или на саксофоне хорошо мне другой вопрос есть а вот как бороться с людьми об Ну, обниматься с ними, я так понимаю. Ну, кроме того, что обниматься. Все-таки не бороться, лишь не бороться. Танца, я уже, естественно, шучу, но тем не менее. Танцы, спорт, активная. Унылый человек, не хватает энергии. Вытащить его на природу, понюхать вместе воздух весенний. Одуванчик. И поваляться на траве, когда она появится. Пойти с ним на танцовую дискотеку. Пойти с ним вместе в спортзал. Затащить его. И опять будет всплеск гормона, радости, эндорфинов. И человек будет оживать. Это вопрос в том, как помогать тем, которые унылые. А если не хотят они этой помощи, и это твои близкие люди, не стоит их насиловать? По-разному. Ты уже, у тебя уже бабочки, да? У тебя уже все хорошо. Уже улыбасаны, обнимасаны, сексасаны, все здорово, да? А он тянет тебя назад, этот человек. Вот что с ним делать? Ну, первое, все-таки попытаться с любовью, может, все-таки пойдет. Если нет, я не в обиду буду этим людям, у которых иныло выражение лица, можно просто оставить их в покое. А если он не понимает и все равно положает ныть по жизни, но есть такие люди, пессимисты, нытики, анекдоты вспоминаю, да? Вот лошадка, вот только что, помните, хороший анекдот про лошадку? Но я не буду его рассказывать сегодня. А он пошлый, да? Нет, он хороший, он веселый, но тоже там про унылое что-то коричневое и про радостную лошадку, которая только что была. Но тем не менее. Что ты рассказал? Да-да-да-да, которая была, да. Тем не менее, но даже если человек по жизни такой, таких людей надо избегать. Не в обиду им будет сказано, они остались одни. Если у них будет все это такое, то нылость, пассивность, если с ними хочется как-то уйти от них, даже если это старый друг. Потому что это заразно, я могу вам сказать. Да, они подтягивают энергию. У меня вот еще один вопрос. Значит, по меткам о выражении американского психолога и психотерапевта Ролла Мэй, а депрессия – это неспособность создавать будущее. Согласны ли вы с этим? Нет. Так. Так интересно. По одной простой причине депрессия, она здесь и сейчас. И вы, если говорить о преддолении... Так сейчас ты не создаешь свое будущее. Окей, надо уже будет потом. А здесь сейчас радоваться, вот сделать что-то себе. Полюбить себя, обнять себя. Включить своих бабочек, да, в том числе. Да, я люблю себя. Посмотреть в зеркало, посмотри, какая я красивая. Где-то клевые дети, как вокруг меня здорово людей. А если ориентироваться на завтра, это часто беспокоиться. Так, что будет завтра? Это часто причина. Но в нашей стране, в наших условиях, это важно думать и задумываться об этом. Ну, конечно. Даже вот просто идя по улице, наверняка многие согласят. Да и мы с Аней, да, мы не люди, которые сидим здесь в вакууме в этой студии, постоянно в макияже, с прической... И улыбаемся. И улыбаемся. Работа у вас такая, да? Работа у нас действительно такая. Ну, мы так же ходим по магазинам, мы так же платим квартплату. У нас так же на что-то иногда не хватает денег. Сто процентов, да. И мы вас понимаем, в общем, уважаемые телезрители. Мы же из народа, все правильно. Как, как, как вот в этих наших, в принципе, ну, не самых простых экономических условиях сейчас... Не думать о завтра. Не думать о завтра. Два типа мышления. Один – сбыча миссий. Угу. И не просто думать. А. Хорошее выражение, не в обиду будет зрителям сказано, есть такое слово, не ругательное. А нужно вджобывать. Работать. Угу. Для того, чтобы сбыча миссий произошла. А есть второе. Ой, такое непонятно, что там будет в будущем. Я боюсь, там тревога. У меня не хватит того-другого типа. И опять же, каждый может выбрать, как думать и в каком направлении двигаться. Или всего бояться будущего, или делать спичу миссий, ориентироваться на какой-то позитив. Энергия выбора у каждого всегда есть. Позитив или негатив. Маленький шаг. Вот я так подхожу к этому вопросу. Часто, вот именно во многом, плохие мысли о будущем дают пессимизм, депрессию в настоящем. Сколько, как вам кажется, хочу последний вопрос задать. Сколько может длиться депрессия? Вот по-вашему, скажем так, эти тараканы. Сколько они дней, недели, может быть, месяцев имеют право быть в нашей голове? Ну, в принципе, имеют право там немножко погрустить. Можно, такая грустинка пришла. Мы можем погрустить. Поплакать, девочки. Ну, все плохо. Все, что бывает. Ну, бывает. А потом она... Я, да. Особенно весной, вот такое вот падение. Это сезонное. Это сезонное, да? Сезонное. То есть не стоит на характер. Ну, да. Я гениальный, я унылая. Да, унылая. Я слово гениальный. Это... То есть две крайности. Осенью и весной – это вот такое вот колебание. Вопрос о том, что это может потом по жизни, все время так. Но все-таки лучше вырабатывать и медленно подниматься вверх. Там тоже будут свои колебания. Так хорошо, так сколько дней, ночей или часов? Не хочу отвечать на этот вопрос по одной простой причине. Может быть, один час на одну минуту, а может, перейти в хронику. Не хочу. И человек по жизни станет нытиком или просто больным человеком. Дорогие друзья, не становитесь тем, что только что сказал Сергей Сичкорес. Почему? Потому что от вас отвернутся тогда все. Давайте все-таки... И сами от себя тоже. Да, и сами от себя. Это самый страшный, самый большой грех. Вот это невероятно, потому что у нас в общей сложности где-то 15 минут нашего утреннего эфира пролетели как 3 минуты. Да, мы надеемся, что у вас тоже. Да. У нас у него в гостях был Сергей Сичкорес. Я уверен, что сегодня в эту среду, кстати, в один из сложных дней недели, таких самых продуктивных, дал вам свой заряд правильного направления своих мыслей. Да. Улыбасана. Улыбасана, обнимасана, целовасана. И целовасана. И целовасана. Кстати, следующая наша музыкальная пауза именно эти все... Три пункта соблюдает. Три пункта соблюдает, да.